Впереди майские праздники. Наступило время для месячника по благоустройству. Нас ждут три плодотворные недели, за которые службы ЖКХ и благоустройства вместе с жителями приведут в порядок дворы и скверы, улицы и обочины вдоль дорог. В течение апреля силами предприятий и организаций, силами общественных организаций, жителей, волонтёров, дворы, улицы и общественные пространства округа будут приведены в порядок. Основные даты субботников на территории всей Московской области определены 6, 13 и 20 апреля. В этом году мы проводим субботник со слоганом «Вместе лучше!». На совещании обсудили основные вопросы подготовки к субботникам, обеспечения инвентарём, привлечения к работе инициативных групп и волонтёров. Определены точки вывоза собранного мусора с придомовых территорий. Спиленные и засохшие деревья переработают в щепу и используют как естественное удобрение. Я видел, что в планах у вас есть окраска и бордюрного камня, и высадка саженцев. Мы определились уже по количеству. У нас проблемы есть с приобретением этого посадочного материала? Посадочный материал заявленный запутан в силу управляющих организаций и нашего муниципального учреждения. 20 апреля пройдёт масштабный общообластной субботник. Центральным местом сбора участников выбран сквер Пушкина. В этот день в 11 точках Щёлково, а также в Монине и Гребневе, организуют пункты питания. Ближайшую субботу сотрудники администрации округа выйдут на уборку территорий вокруг железнодорожных платформ. Значительный объём работы возложен на службу озеленения и благоустройства. Конечный результат зависит от многих служб, в особенности Мосавтодора, за которым стоят дороги областного значения, улицы Центральной, Притавский проспект, Фряновское шоссе. Слабо работы ведутся в зоне вашей ответственности, поэтому прошу набрать темпы, вывести сотрудников и сделать то, о чём мы с вами говорили во время объезда. Ответственность за уборку территорий внутри кварталов возложена на управляющие организации. Им поручено обеспечить жителей инвентарём. На 13 число уже поступило несколько заявок от нескольких домов, что они хотят активно в любой провести субботники. Мы с своей стороны предоставим всё возможное. В разы увеличится нагрузка на регионального оператора по вывозу мусора. Ему предстоит за считанные дни вывести тысячу кубометров листвы и порубочных остатков, и в первую очередь с территории образовательных учреждений. В плавном режиме будет производиться установка бункеров на копите на территории городского округа. И весь мусор, непосредственно собранный, будет передан непосредственно на сортировку и на последующую утилизацию запранили. Ремонт детского сада «Росинка», восстановление домов культуры в Монине, в микрорайоне Чкаловске, строительство котельной «Щелково-4» в Подмосковье. Реализуется программа восстановления инфраструктуры военных городков. Все перечисленные мною мероприятия 2019 года. Работы будут вестись за счёт бюджета Московской области при софинансировании из бюджета городского округа «Щелково». Дом офицеров в Монине – самый большой в Подмосковье. Только один его зал вмещает 1300 жителей. Здание 1935 года постройки едва не пустили под снос. Требовался миллиард рублей на капитальный ремонт. Благодаря общественности и поддержке Мособлдумы средства нашли, и здание восстановили. А на прилегающей территории благоустроили парк. В 2019 году также культурно-газовый центр «Дом офицеров» Мунина получил финансирование на установку современного кинооборудования в зрительном зале на 5 миллионов рублей. В апреле запланирована конкурентная процедура. Во второй половине этого года и в 2020-м запланирован ремонт фасады и помещений ДК имени Чкалова. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».